Когда мы имеем дело с переводными текстами, и перед нами глаголы come и go, come, которые переводятся как приходить, go, как идти куда-то, либо уходить, все в принципе понятно, сложно ошибиться. Но когда мы говорим, используем английский язык в потоке речи, то часто я слышу ошибки, то есть неправильно употребляют come или неправильно употребляют go. Давайте сегодня разберемся правила, по которым используются эти глаголы. Меня зовут Лера, вы смотрите канал Puzzle English. Прежде чем мы начнем, хочу вам напомнить, что глаголы come и go являются неправильными. Давайте вспомним их формы. Итак, у глагола come вторая форма это came, то есть в прошедшем времени мы используем именно ее. И третья форма это come. У глагола go вторая форма went и третья форма gone. Пожалуйста, не забывайте об этом. Итак, переходим к самому употреблению. Глагол come используется, когда мы говорим о движении между говорящим и слушающим. То есть в речи у нас часто есть собеседник, и когда мы что-то ему говорим, там, подойди куда-то, мы используем глагол именно come, то есть когда речь о движении между нами. Пример. Please come closer. Пожалуйста, подойди поближе. То есть, пожалуйста, соверши движение между нами, то есть подойди ко мне. Второе употребление глагола come, это когда мы говорим о том, что человек совершает движение из какого-либо места в нашу сторону. Например. Will they come to my party? Они придут на мою вечеринку? То есть из этой фразы понятно, что я буду, соответственно, на своей вечеринке, и кто-то, какие-то люди, они придут ко мне? То есть они совершат движение ко мне или нет? Да, вот в этом весь вопрос. Да? Окей, двигаемся дальше. Следующий глагол, глагол go, у нас используется несколько иначе. Во-первых, глагол go используется, когда мы говорим о движении от говорящего в противоположную сторону. Пример. Please go outside. Пожалуйста, выйди на улицу. То есть здесь уже нет движения между говорящим и слушающим, здесь просто движение от человека, который говорит. Please go outside. Пожалуйста, выйди. Не знаю уж по какой причине, но, допустим, вы просите об этом человека. Используем глагол go. Далее. Глагол go используется, когда мы говорим, что кто-то куда-либо ходит, в какое-либо место. Пример. She goes to school every day. Она ходит в школу каждый день. То есть она просто ходит. Здесь, опять же, не важно, кто говорящий, кто слушающий. Нам здесь важно, что она совершает действие, то есть ходит в какое-то определенное место. Используя те правила, о которых я вам сейчас рассказала, давайте разберем следующее предложение. My sister is coming to Japan. Или my sister is going to Japan. Возможны оба варианта, но какие есть нюансы, что они означают? Итак, вспоминаем. Глагол go мы используем, когда речь о движении в сторону говорящего. То есть, если мы используем это предложение scum, то получается, что мы находимся в Японии. То есть, моя сестра приезжает в Японию. То есть, она приезжает либо к нам, либо просто в нашу сторону. Если мы используем go, то нам вообще не важно, кто где находится. Нам важно то, что сестра совершает движение в сторону Японии. То есть, это аналог вот этого примера. Да, то есть, сестра едет в Японию. А уж где мы находимся? Неважно, может быть, мы в Москве, может быть, в Пекине, а может быть, и в Токио. Не имеет значения. Двигаемся дальше. Следующее выражение – это come and go. Да, сразу два глагола в одном выражении. У него может быть как прямой смысл, так и переносный. Прямой смысл – ходить туда-сюда, свободно передвигаться. Пример. The upstairs neighbor is coming and going all the time. Сосед сверху постоянно ходит туда-сюда. То есть, мы слышим его шаги, он двигается, ходит во всех направлениях, туда-сюда, топает. А также come and go может означать, что что-то непостоянно, что-то временно, что-то приходит и уходит. В принципе, мы в русском так говорим, но мы имеем в виду не буквальный смысл, а такой метафорический. Пример. Политические лидеры приходят и уходят, а люди остаются. Итак, на этой ноте мы завершаем этот урок. Ссылку на упражнение вы найдете в описании к этому видео. Попробуйте свои силы, вспомните употребление этих глаголов. Я желаю вам успехов в изучении языка и увидимся в новых уроках. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!